Дом 32 по улице Строителей заметишь не сразу. Двухэтажка на 12 квартир уютно расположилась за зданием госавтоинспекции. О том, что в доме идёт капитальный ремонт, мы узнали от его жителей. Во время ливневых дождей, которые обрушились на Солигорск, в доме как раз сняли кровлю. Защита в виде полиэтиленовой плёнки оказалась малоэффективной. Квартиры на верхнем этаже затопило. С подвесных потолков жильцы сливали воду, а стены до сих пор не просохли. В квартирах, которые особенно пострадали, придётся заново делать ремонт. Именно в пятницу дошли залило 12 квартир. Нас, конечно, обязательно залило, но их ещё в придачу. И видели подъезд тоже залитый. Хотя мы за подъезд 10 месяцев платили за ремонт. Нам сделали ремонт, мы заплатили за его. Вот тоже надо переделывать ремонт. Вот эта стена мокрая, этот сосед снял розетки, это чтоб сохло, потому что свет выключил. Свет холодильник отключился там. Не укрыли, как полагается, крышу, а бы как. Не ответственно отнесли в своей работе. Ущерб, конечно, уже и обои отошли, и там потолки надо, наверное, менять, всё менять. На состояние дома коммунальщики обратили внимание после сигналов некоторых жильцов. Жаловались на продувание стен и чрезмерное нагревание мягкой кровли летом. Специалисты ЖКХ-комплекс провели экспертизу и оценили процент износа конструкции. В итоге было принято решение отремонтировать стыки и оштукатурить фасад. Тепловая модернизация нынче не входит в перечень работ по капремонту, а также заменить кровлю. Для скатной крыши не хватает несущей способности плит перекрытия, поэтому было принято решение демонтировать старое покрытие кровли и заменить его на более эффективный, облегчённый утеплитель. Здесь и начались проблемы и у жильцов, и у исполнителей. На сегодняшний день, до 28 июля, мы должны все работы закончить. Но благодаря тому, что небесная канцеляра нам не помогла, то есть попали в период циклона, который пришёл на Беларусь уже, считайте, две недели, и оперативно сделать кровлю не получилось. Есть нюансы в работе кровли, так как она демонтируется, снимается, полностью пересыпается пирог, утепляется и делается новое покрытие. То есть быстро это сделать не получается. Если в течение дня раскрыть, это надо всё накрыть. Попытались ускорить работу по просьбе жильцов, но получилось только хуже. Чем больше мы раскрываем и накрываем, тем больше образуется подтёк. Работы по капремонту дома начались ещё в мае. Выполняет их Солигорскводстрой, точнее его филиал ПМК-101 из Любани. Дополнительно привлекли ещё одного подрядчика. Но качественно завершить кровельные работы можно только в отсутствии дождей, говорят специалисты. Такой прогноз синоптики пока не дают. Поэтому и кровельщики за работу не берутся. С утра рабочие приходят, посмотрели обстановку, посмотрели, как укрыто. Мы следим за прогнозом погоды. То есть, когда передают грозовые, раскрыть, и потом дождь идёт внезапно, заливается, и получается наша работа вся на смарку. То есть, это надо просушить, надо выжать технологии, чтобы сделать всё качественно. Людям только отнести с пониманием, да, мы себя ответственности не снимаем, что сделаем всё, чтобы в ближайшие сроки закрыть. Как только нормализуется погода, усилим людей и будем всё закрывать. Тем временем жильцы подсчитывают ущерб. Тем, чья квартира застрахована, потери возместит страховая компания. Устранение последствий возьмёт на себя и исполнитель работ. Солигурск, вот строй.